На НТВ место встречи. Что ж такое нужно сделать нашим уехавшим соотечественникам, в первую очередь творческим, чтобы стать своими там? Валерий Валерьевич. Ну, можно попробовать освоить новую профессию. Гайту Газданов, например, работал таксистом. Так что новое время, новая профессия. Так, Павел Алексеевич. Знаете, основная задача корабля, попавшего в шторм, это не переживать по поводу сбежавших рыс, как они там устроились, спаслись, не спаслись. Команда должна бороться за живучесть, а капитан должен спасать людей и корабль. Владимир Валерьевич. Стал ли Эдвард Сноуден нашим? Стал ли Джефф Монсон нашим? Стал ли Жерард Депардье нашим? А все разные... Очень разные, но при этом нашим никто не стал. Монсон депутат. Депутатом стал, а нашим не стал. Откуда знаете? А вот... А вы ему прицель, скажите. Он вам как даст бой. Я с ним уже встретился. Ты к тем, что делать? Уехавший. Тем, ничего не... Исполезно. Ничего им не надо делать. Так, Сергей Васильевич, вы мне сейчас всю концовку сломаете. Всю драматургию тщательно выставили. У меня короткий очень... Я знаю, что им надо делать. Что уехавшим этим звездам, чтобы стать там своими, нужно немедленно отдать все деньги и все имущество местному государству. И на следующий день умереть. Им поставят памятник и объявят... И постами с нашим режимом. Я сегодня тогда про ужасы коммунизма, про которые мы сегодня говорили в первой части нашей программы. Оксан Андреевич. Оксан Андреевич как-то заерзывал. А я говорю, чтобы не на свой счет, не на... Это же все, как бы мифологии. После тяжелого трудового дня Владимир Ильич заходит в свой кабинет в Смольном. И говорит, найден-ка там в книжном шкафу за пятым томиком Макса, там ведь бутылочка. Говорит, нет тут ничего. Как? Да нет здесь ничего. Подходит к телефону. Алло. Барышня. Тайте ВЧК. Фиксис Буныч. Значит так, батенька, я вас прошу. С завтрашнего дня никаких вот этих ходоков в Смольном быть не должно. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00. Будний. Эфир на ТВ. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!